Везде празднично и торжественно. Ремонт подземного перехода от нового века к центральному рынку завершили раньше срока на три месяца. Строители старались успеть ко дню города. Именно этот подземный переход входит в стройку наиболее востребованных в Адлере. В часы пик там проходит даже 2700 человек в час. Очень нужный переход для Адлера. Очень нужный. Когда его не было, люди бегали через дорогу. Ну что это такое? Это неправильно. А сейчас сделали очень отлично, все хорошо. Нам очень понравилось. Очень хороший переход. Молодцы, сделали здорово. А самым романтичным подарком стала скульптура «Лебединая верность», установленная на площади у районного ЗАГСа. Работа скульптора Аганесса Апаяна. Так что у Адлерсов появилось еще одно знаковое место, где можно делать фотосессию. В сегодняшний день города мы подарили уже пять детских площадок. Открываем сквер, открываем скульптуру «Лебединая верность». Это хорошая традиция. К ним надо относиться к тем вещам, которые мы делаем, бережно и с любовью. А жители домов с улицы Пластунская не стали ждать торжественного открытия сквера. Пришли на те площадки, которые уже готовы. Здесь очень хорошо. Мне нравится. Видно, что здесь мастера ее долго очень делали. Мне так нравится она. Здесь все есть. Даже турники есть. Это лучшая площадка. И я считаю, что надо больше сделать таких площадок в разных районах. Вот это мне хочется. И чтобы везде было так. В этом микрорайоне зеленые прогулочные зоны, как глоток воздуха, необходимы. Закончили трудные работы, связанные с бетонированием, с асфальтированием. Остались работы, связанные именно с благоустройством. Это лавочки, это урны, это безопасное резиновое покрытие на детской площадке, на площадке Варкраут. Поэтому я думаю, что торжественно с жителями мы ее откроем непосредственно в четверг. А сегодня у нас во всех микрорайонах отмечается праздник. Не захотели жители оставаться дома в воскресенье, пришли пообщаться, посмотреть, что еще необходимо сделать и самим. Чтобы площадка была максимально ухоженной и безопасной для детворы. Детям действительно нужно место, где они могут свободно, спокойно поиграть в комфортной зоне. Если раньше был пустырь и неухоженное место, то теперь для наших детей будет раздолье. Мы будем их сюда приводить классами. Для первоклассников и садиковских детей это просто здорово. Подарки ко дню города розданы. Настроение хорошее у тех, кто дарил и у тех, кто получил. Новые площадки и скверы – лучшие сюрпризы для всех жителей курорта. Елена Овсицына, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.